Добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию уроков по книге Равкука Мы сейчас в 14-й главе и мы добрались до 20-го абзаца К. Как всегда, мы будем читать на иврите, переводить по ходу. Также я поздравляю всех с наступающим на этой неделе праздником Шивот. И начнем. Начнем. Так. 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 Ослабление воли. Оно нам, из-за него у нас получается много препятствий. Очень часто в ослаблении воли виновата отсутствие достаточно телесной силы. Несмотря на то, что она тоже идет вместе, она тоже держится за несколько моральных причин. Тем не менее, в любом случае, когда мы хотим исправить себя и сделать шубу, нам нужно внимательно обратить внимание на все причины, которые ослабляют волю, ослабляют желание наше. И постараться их исправить со всех сторон. И со стороны чистой духовной морали. И со стороны отношения к телу и усилению его сил. С тем, чтобы душевная сила нашла себе место больше в исправлении и в основном исправлении. Тут я, видимо, приведу пример, чтобы объяснить, о чем идет речь. Как я это понимаю, вообще себя. Очень часто человек, не знаю, он может бороться с кем-то, допустим, своими человеческими качествами, которые не хорошие, ему не нравятся. Допустим, человек раздражительный. Он вспыльчивый. Понятно, что эти качества не отрицательные. С ними нужно бороться. Из-за них нужно делать шубу. Это все понятно. Правда, говорит, а обрати внимание, в каком состоянии находится твое тело. Может быть, чтобы тебе быть менее вспыльчивым, лучше решать проблемы, не знаю, по работе. И спокойнее относиться к людям дома. То, что тебе не хватает, это просто выспаться. И тогда ты будешь спокойнее, ты не будешь такой раздражительный. И твое продвижение по моральной дороге, оно на самом-то деле, как-то дверца, она через абсолютно материальное. Мы забыли про наше тело. Мы его не накормили вовремя или перекормили наоборот. Оно нервное, оно невыспанное. То есть, что ты хочешь, что ты на людей бросаешься как собака? Иногда, не знаю, иногда, может быть, стоит прекратить работать и уехать на пару недель куда-нибудь в отпуск. Отдохнуть. И с новыми силами браться. И вот это вот отдохнуть, это не потеря времени. А вот это именно один из ступенек продвижения вперед, причем продвижения морального, моей чуы. Я делаю чу. Как я делаю чу? Еду вот. Вдрыхну. В выходные. Вместо того, что там в субботу, там, не знаю, вставать рано с утра и бежать на молитву, там, Тора учить, я сплю. Иду на последний меня, там, что-нибудь такое, да? Иногда это абсолютно правильное поведение, с которым меня именно продвинет. А наоборот, если мы будем забывать о потребностях тела, то как бы иногда мы можем и наши духовные порывы нас никуда не приведут. Тело нужно кормить, успокоить, заниматься именно спортом, хорошо спать. Хорошо и полезно есть и так далее. И тогда какие-то вещи придут в равновесие и будет проще и моральными вещами, и духовными вещами заниматься. И тело будет ей помогать и не мешать. Это то, как я понимаю, наш абзац. Ну и как у нас принято, я остановлюсь на этом и дам вам слово. Пожалуйста, как вы это воспринимаете? Спасибо. Анатон, добрый день. Добрый день. Абсолютно согласен. То есть тут у меня только слово «да», «точно» и «абсолютно верно». А, спасибо, да. Еще одну очень важную вещь я хотел, конечно, обратить ваше внимание в тексте. Тема, о которой здесь говорит Раф, это ослабление воли, ослабление желания. Я говорил это уже много раз, но я не ленюсь повторять. По Раф Куку это высшая ступень развития человека, это цель всей чувы, вообще всего, чем мы занимаемся. Чего мы хотим сделать из человека? Это мы не хотим сделать из человека праведника, который будет делать хорошие вещи. Тут я сейчас буду цитировать Раф Шерки. Праведник у нас может делать хорошие вещи. Один. Они оба делают хорошие вещи одинаковые. Дают милостыню, молятся, не знаю, тут, наверное, все заповеди. Два человека одинаковые. Но один он постоянно, он это делать не хочет. Он хочет, не знаю, там, лежать на берегу моря и плевать в потолок. Но вот надо служить Всевышнему, надо тут делать самое. И надо зарабатывать на будущее мира. Не хочется попасть на горячую сковородку. Ну, значит, Озон делает какие-то хорошие дела, выполняет все заповеди. А другой, он не хочет лежать на берегу моря. Ему болит то, что мир не исправлен, и он хочет отправлять мир. Но они делают абсолютно одинаковые вещи. Они оба называются праведниками. Так вот, наша цель – это поднятие и исправление воли, желание, чтобы мы хотели делать правильное и хорошее. Это цель окончательная. Но сейчас, если мы не хотим, но себя заставляем, это, что называется, подготовительная группа первого детского сада. Это нижняя ступень. Ее нельзя перепрыгнуть, она важная ступень. И эта ступень там где мы. Надо понимать даже, где мы находимся. Каждый, кто где есть. Но куда мы хотим попасть – это исправление желания. Чтобы у меня желание меня… Поэтому там, где это касается желания, это очень тонко и очень-очень важно. Соответственно, когда у меня… И вот здесь напрямую идет очень тесная смычка абсолютно материального и абсолютно духовного. Высшая степень, высший этаж духовности – это желание, это воля. То, где я хочу быть, чего я хочу, независимо от того, что я делаю. Нижний уровень, допустим, это телесные какие-то потребности. Иногда то, что я хорошо выспался, я спокойный, я отдохнувший, у меня гораздо больше душевных сил бороться с какими-то нехорошими начинаниями своими, уклонами. А иногда даже не будет просыпаться. Если у меня много сил, я хороший, я выспанный и так далее, у меня не будет даже желания пойти посмотреть какой-то городский фильм. И потратить время зря, просто как-то потупить в телефон. А если я уже вот такой, я 15 часов на ногах, не выспанный, на нервной работе и так далее, то, в общем-то, сил на ничего, кроме как на потупить в телефон, у меня, в общем-то, и не будет. Иногда пойти спать – это просто то, что нужно сделать. Вот. Вот поэтому я вернулся, да, вот просто я вспомнил, что радость говорит про желание, про волю. И в учении Рава воля – это очень важная, очень важная вещь. Вот. Значит, кто-то еще хочет что-то еще добавить? Окей, если нет, то с вашего позволения мы перейдем к следующему отрывку. Итак, Кафалев, 21-я, 20-я. Кафалев, 21-я. Кафалев, 21-я. «Ки им битуль пневмий один, амашпиреца тада михуар шебану, он миромамет коль магут ато ваадин. Йемин Ашем ромама, йомин Ашем оса хай». Тут я по-моему буду объяснять половину этого абзаца, но посмотрим. Итак. Когда мы себе рисуем какие-то высшие идеалы, высшие идеи, высшие вещи, божественные какие-то, от приобретения которых мы очень далеки, от реального приобретения которых, мы очень далеки, нам нужно знать, что вот это расстояние, это расстояние телесное, но не душевное. Поэтому нам нужна чува, чтобы мы были близки к идеальному свету, который сверкает в наших идеях. Однако, ни в коем случае не падать в депрессию, в грусть. И самоуничижение, которое, размывает силу жизни. Однако самоуничижение внутреннее, нежное, которое принижает отвратительную сторону меня и поднимает всю высшую и хорошую суть, которая во мне. Как сказано, десница Бога поднята, десница Бога делает войну. Я сразу, давайте ясно скажу, что самое важное для меня, а потом перейдем дальше. Рав здесь упоминает термин битуль, перевод которого я перевел как самоуничижение. От слова, что человек понимает, что он перед Богом, по сравнению с Богом, никто, ничто и звать себя не хочет. И к этому вот, и к такому поведению Рав подходит с двойственным ощущением. Он его сразу же делит. Это самоуничижение, какое может быть отрицательное, может быть положительное. Когда человек себя таким образом принижает, он может, не дай Бог, уменьшить свою силу жизни, мощь жизни. Это будет плохо. Это будет плохо. Поэтому есть место в исправленном состоянии. Когда я знаю, понимаю, насколько это самоуничижение применить, с тем, чтобы оно повлияло на отрицательные мои стороны, моей личности. Но возвысило, а не принизило положительные стороны моей личности. Это очень важно. Битуль, насколько я понимаю, это понятие очень сильно используется в хасидизме. Рав, у него корни и из Хабада с одной стороны, и от литовского направления с другой стороны. И отовсюду он выбирает и положительный, и отрицательный. Вот здесь на битуль я чувствую, вижу, что это, Рав говорит, смотрите, это очень опасная штука пользоваться ей очень аккуратно. Очень аккуратно. Нельзя, чтобы человек, я даже скажу это так, мы постоянно повторяем идею, что основной враг человека – это не злое начало и не грехи, это отчаяние. Так вот, такой вот неправильный битву, неправильное самоуничижение, когда человек проникается в идею о том, что он никто, ничто и забудет тебя никак, он может отчаяться от себя, а я никто, я ничто, кое-кому делаю, что я делаю, что я думаю, как я себя веду и как я живу. Махнуть у себя рукой и пойти дальше. И это очень опасное может быть следствие, это самое большое наше враг отчаяние и махнуть рукой как бы на себя. Поэтому это принижение, самоуничижение – это опасно. Как ей правильно пользоваться? Это когда ты знаешь, теперь, отвратительные части своей личности – это правильный к ним подход. Большой дубины по голове. Это хорошо и надо. Но нельзя так по всей личности. Это по какой-то части. Даже по части, в чем-то, от нее тоже нужно разделить, что в этом хорошего, что в этом плохого. Хорошее прибить, плохое прибить, а хорошее оставить. Вот это вот самоуничижение, если оно правильно работает, оно должно поднимать положительные стороны нашей личности и принижать отрицательно. Если оно принижает всего человека, видимо, такой бит, его вообще лучше отодвинуть в сторону. Он нехороший, он неправильный. Ну а теперь давайте, значит, сам это главная идея, на которую я хотел бы, вот я здесь заострить внимание, которая мне очень важна и как бы и болит, что называется. Вот, теперь давайте вернемся. Когда мы изучаем какие-то высшие идеи, и мы понимаем, что это очень далеко от нас. А он говорит, хорошо, а почему это далеко? Это далеко из-за материальных, каких-то телесных вещей. Естественно, поможет чувак. Но тем, чтобы мы были близки к этим идеям, потому что идеи, они сами по себе, они хорошие и правильные, и это хорошо быть к ним ближе. Но ни в коем случае из-за этого не упасть в депрессию или в грусть, или, как вот рассказал, бетуль, это самоунижение, которое размазывает, делает менее четкой мощь жизни. Это тоже очень важно, особенно в нашем поколении. Это неправильно, такая вот религиозность, такая вот чува, которая делает человека слабым. А чува, а ее цель сделать человека более сильным, а не более слабым. Соответственно, да, какой у нас этот бетуль, он положительный, тот, который внутренний, и он утонченный, один, нежно утонченный, который принижает грубые, отвратительные черты, которые есть в нас и одновременно приподнимает суть нашу, которая добра и тоже она нежна. С вашего поздравления остаемся здесь. Мне важен от вас фидвик, потому что так я один говорю, и, в общем-то, как бы мне не очень так с этим хорошо. У меня небольшой такой вопрос тогда получается. То есть он по всему вот этому абзацу меня преследовал. У меня, получается, уже отсутствует представление о том, что же такое шува. То есть она постоянно увеличивается. То есть мы начинаем с определенного чего-то маленького, потом шува становится больше, 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 и в какой-то момент ты перестаешь понимать, а что же это на самом деле такое. Вау. Вау. Какой отличный вопрос. То есть по мере того, как RAV увеличивает значимость шувы, то есть значимость шувы одновременно увеличивает ее размеры. И в какой-то момент, вот я, например, просто что же такое шува на самом деле, потому что она везде. То есть она спасает здесь, она помогает здесь, она помогает там. И уже, я так понимаю, к этому моменту очень нужно снова дать как бы по новой ее определения, потому что она увеличилась по сравнению с первоначальным ну, в несколько раз. То есть... Давайте начнем. Тогда, Тимур, какое первоначальное определение от Шувя? Если я правильно сейчас сформулирую, то это искреннее... То есть это понимание своих недостатков или отрицательных качеств либо отрицательных поступков и искреннее отрицание их, как бы искреннее... исключение их из своей жизни? Если я скажу это как... Искренение грехов или недостатков. Вы согласитесь со мной? В том числе. Итак, значит, наше привычное определение от Шувы это учение о том, как... А чего же нам делать, если мы попались в такое состояние нехорошее и вдруг раз-два и согрешили? А что же нам с этим делать? Оказывается, нам не нужно сразу падать в преисподнюю, но у нас есть та самая веревка, к которой мы можем выбраться. Из этого нехорошее состояние. Называется Шува. Как бороться с грехами? Желательно, конечно, не грешить. Но если согрешил, вот тебе палочки-выручалочку называют Шува. Окей? То есть, получается, Шува это то, что на иврите бедиэвен. Это не изначальное состояние, а это нежелательно. Я попал хоть в нежелательную. Это, как вот, допустим, в боевых искусствах это умение падать. Желательно не падать. Но если уж тебя бросили, нужно уметь хорошо упасть, чтобы мягко, чтобы там хорошо встать и так далее. То есть у нас получается Шува по этому определению. Это что-то, что... Теоретически можно было бы вообще без этого. Но так как мы грешим здесь и там, то вот у нас есть такая вот лесенка из той ямы, куда мы упали выброс. Что делать, если мы с Игрышем? И это действительно понятие Шувы такое вот очень-очень... Ну, как бы, Псисит, самое базисное. Теперь, что говорит Рав? Рав, как это принято во многих источниках у нас, вообще не определяет, что такое Шува. Определение должны лепить мы сами. Получив книгу Рава, какое у нас получается определение? У нас определение получается такое. Шува – это общее мировое движение исправления и улучшения мира. Теперь, какая разница? В первом определении Шувы я не могу определить Шувы без греха. Если я не согрешил. Мне какая-то Шува мне не нужна. Так, Шува – это инструмент, а что делать, если я согрешил? По второму определению улучшать и исправлять мир я могу без понятия греха принципиально. То есть Рав нам выводит, во-первых, Шуву от инструмента прагматического чисто по исправлению себя от грехов и так далее к общемировому движению. Как-то вот зрема, к общемировому течению всего мира, к исправлению. И мы можем выбрать к этому течению всего мира присоединиться или ставить в сторонке. Как вот мощная река течет куда-то, не знаю там, межгалактический газ перетекает из одной галактики в другую и останови это. И мы можем присоединиться к этому великому движению или нет. То есть Шува тогда по определению Рава не начинается с нас и не заканчивается нами. Это общемировое движение по улучшению и справлению. Можно сказать к Богу, но как бы это постоянное поднятие и улучшение мира, всего мира. и это то определенное которое у нас получается вот из-за Чува. Из-за Чува как бы труды Рава. И соответственно тогда наша личная Шува по исправляю Грехову это уже маленький получается от большой Чувы это маленький абзац, маленький веточка от великого большого корня. Но Чува тогда получается она относится ко всем и к праведникам и грешникам и к людям которые отчаялись от себя люди которые в себя верят из всех народов это относится к всему творению живой неживой природе ко всем галактикам и так далее все мировое движение это движение снизу вверх это движение улучшения это если хотите положительная динамика вверх если хотите эволюция это получается Чува и да это взгляд Рава и он конечно нашу привычную взгляд такой вот утки на Чуву он конечно разбивает дребезги это безуслов не только в этом абзаце в куче мест но в конце концов это складывается именно в ту картину которую вы Тимур как раз нам и описали что секундочку а про что мы говорим что такое собственно говорят Шува еще раз определение которое я дал это мое личное определение определение очень то есть это в Талмуде тоже мы в отличном допустим мы это уже упоминали мы не учим последовательность снизу вверх так это сложная система практически все что мы учим сложная система мы делаем мазочек здесь мазочек там мазочек там мазочек там и потихонечку у нас начинает складываться общая картина и мы не даем определение как Талмуд построен, здесь вот так вот, у Рава тоже, нет определений Чувы, но выучив еще кусочек и еще кусочек, у нас получается общая картина. Мое определение, ну, вот такое, как я дал, опять-таки, вот на основании того, что я или мы вместе учили из Равкука по поводу Чувы. Соответственно, да, это очень большое, очень мощное движение, которое гораздо выше и шире моего личного исправления вообще. Это выше, чем исправление всего еврейского народа, это выше, чем исправление всего человечества, это где-то там, где поднятие исправления, постоянное всего мира. Вот, вот где-то там. Так что, Тимур, огромное спасибо за очень хороший вопрос. То есть, если я, вот у меня сложилось такое впечатление, то есть, понятно, я представляю так, что если у меня случилась проблема, я начинаю в ней разбираться, пытаюсь понять, что я сделал не так. Грубо говоря, это личная, индивидуальная, персональная точка входа в Чуву. Потом, поняв, в чем у меня проблема, в чем я был неправ, я ее пытаюсь в себе исправить, в то же время понимаю, что я могу начать исправление и не имея этой проблемы в своей личной жизни. То есть, я вступаю в общее движение, в общий поток исправления, еще не получив проблемы. То есть, я исправляю, просто я, то есть, как Всевышний есть причина собственного существования, собственных желаний, также и я вливаюсь в этот поток, и у меня уже идет исправление даже того, чего еще не случилось. Изобретение нового лекарства по этому определению, безусловно, Чува, продление жизни людям вообще, это Чува, изобретение паровоза тоже Чува. То, что продвигает мир вперед по этому определению, это как бы это часть, это присоединение к этому движению на улучшение и исправление всего, в том числе самого себя. Но все открытия в технологии, в морали, в философии, где бы ни было, которые продвигают человечество вперед, это Чува. И даже в том числе... Пошел на работу, сделал хорошо работу, продвинул мир этим вперед, Чува. И даже в том числе, предполагая, что такая проблема может быть, хотя ее еще нет, и уже предложив для нее решение. Это тоже уже Чува. И не обязательно проблем. У меня нет проблем. У меня нет проблем. Я выполнил заповедь хорошо. А теперь давайте я ее выполню еще лучше. Теперь, то, что я сделал хорошо, заповедь, тут нет греха близко. Проблемы тут тоже нет. А исправление есть. Хорошую вещь могу сделать лучше. А лучшую вещь могу сделать еще лучше. Исправление есть, даже когда греха и проблемы нет. Вот абсолютно я согласен с этим. И это исправление, оно бесконечное. И я это упомянул. Я упомянул сейчас. Ну, как вот, если вы уже зашли высоко, то мы там уже и продолжим. И в другом за всем месте, в другой за всем книжке Рав говорит, что это свойство мира, бесконечное продвижение к идеалу, улучшению. И это то, чем мы это то, чем мы как бы это сказать, делаем для Бога услугу, что ли. Мы этим дополняем божественное совершенство. Вот так вот Рав пишет. Потому что у Бога есть уже совершенство реализованное. Но у него есть все. Ему некуда его улучшать. А у нас и а то, что мы можем привнести. Это постоянное динамическое, постоянно улучшающееся совершенство, которого как бы нет у Бога. Поэтому эти две половинки, статическое, божественное, динамическое, человеческое совершенство, дают нам вместе общее совершенство в любом виде. И статическое, и динамическое. Мы ответственны за динамическое, Бог ответственный за статическое. Вместе мы как бы дополняем как бы то, чего у Бога нет. И это как бы наша задача, это Это наша гордость, это наша заслуга и так далее. То есть вот это вот общее мировое течение на улучшение бесконечно. И поэтому и с этой точки зрения, и с этой точки зрения, у нас остается абсолютно понятным то, что Чувана в этом плане она вечна. А злое начало в какой-то момент, Бог его, как у нас написано в Медраше, Он его зарежет. Как мы сказали сегодня, для того, чтобы сделать что-то еще лучше, греха совершенно не обязательный. Он нужен для начального толчка, чтобы начали, как это, встали с дивана и побежали делать чего-то, начали двигаться. А в конце, когда уже мы разогнались, мы уже можем бежать, и бежать все быстрее и лучше, уже не нужен нам этот толчок в виде зла. И поэтому в какой-то момент, даже убрав понятие греха, убрав понятие зла, Чува останется. Юра, Виктория, кто-то хочет сказать еще пару слов? Вообще, Тимур, конечно, огромное спасибо, потому что обсуждение, которое Вы вызвали, оно очень-очень глубокое и очень интересное мне тоже. Да, Натан, Тимур, собственно говоря, он вот то, что надо было дополнить, то и вошло, собственно, в этот ответ. И с самого начала, когда я слушала, я думала, а как отличить? Как отличить? Ты просто лечиться лег в позу эмбриона или у тебя депрессия? И потом Раф сам ответил. Ну, такое часто бывает, немножко дальше послушаешь, и ответ на вопрос уже есть. Поэтому, собственно, дополнить нечего. Но определение Чувы действительно периодически нужно как-то, чтобы оно всплывало, потому что начинаешь теряться. Что же это есть на самом деле? Это взгляд на мир, наверное, такой. Отлично, отлично, отлично. Это взгляд на мир как мир, который в динамике, мир, который развивается, мир, который улучшается. Именно вот религиозный взгляд очень часто, он противоположный, он статический, он смотрит на мир, который не видит развития, он смотрит на человека, он не видит развития, он иногда, наоборот, видит откат назад. И это нехороший взгляд, скажем так. Отлично, большое спасибо, Виктория. Да, Чува это, безусловно, взгляд на мир, конечно. Да, я смотрю на мир симпатии, положительно, как вот родитель к ребенку, или я смотрю на мир, как вот такой вот строгий учитель, который, так сказать, ищет, где бы этого ученика срезать на экзамене. Отлично, большое спасибо, Виктория. Да, Чува это взгляд на мир. Мы можем сказать, что весь мир сейчас находится в процессе шувы. Вас плохо слышно, Юра, вы можете говорить громче? Я говорю, что мы можем констатировать этот факт, что сейчас мир весь находится в процессе шувы. До прихода масле, как, допустим, в определенный период. Ну, а дальнейший путь уже, там уже будет немножко попросту. Да, но то, что мы учим на сегодня, что и после прихода масле, мы будем продолжать делать шув. Спасибо, Вася. Большое спасибо всем. Всем присутствующим. Добрый вечер. С праздником. У меня, кстати, не по нашему календарю сегодня день рождения. Всем поэтому еще раз с наступающим праздником. И мы встретимся с Божьей помощью через две недели. Всем до свидания. Добрый вечер. До свидания. Мазельтов. Еще раз. Спасибо большое. Продолжение следует...